Всем доброго вечера. Сегодня у нас радостное такое событие. Интернациональный стрим. Нас два белоруса представляют. Меня представлять уже не надо. Уже многие знают. Анатолий Сайгон. Также Дмитрий Серый Кот. Василь Ватай Интернешнл. И также Василь Наша Украина Русь. Пожалуйста, представьтесь. Доброго вечера. Я Василь. Наша Украина Русь. Я бажаю сьогодні провести гарну нашу зустріч. Щоб які враження у нас були до зустрічі, хай будуть більш підсилені, навіть потужніші після. Щоб ми обговорили декілька питань, які турбують, як нас, українців, особливо вас, браття білоруси. Щоб все склалось гарно внаслідок нашого обговорення і внаслідок дій вашого народу і вашого керівництва. Щоби у вас все це пішло під спільним знаменником з точки зору оборони своєї незалежності, відстояння своїх позицій. Ну і набуття, скажімо так, повноцінного сувернітету, щоб не бути ні під чим протекторатом, виробляти власну політику. Дякую. Вата Інтернеш. Всім доброго вечора, мене звати Василь, я з Києва, канал Вата Інтернешнл, канал досить молодий, 10 днів в моєму каналу, но вже є певні досягнення. Тому очікую від даної бесіди позитиву, обговорення актуальних питань для наших країн, бажаю нашим білорусським братам витримки і перемоги. Дякую, що запросили. Дмитрий, серий код. Дякую цель – це, звичайно, захиста суверенитету Білорусі, подача новостей з пункта взгляда белорусського, противодействие кремлівському. Живе Білорусь і слава Україні! Живе Білорусь! Слава Україні! Живе Білорусь, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Тема була, скорее всего, білорусско-українські відношення. В свете теперішніх событий. Пожалуйста, я хотел бы услышать, прежде всего, Дмитрий, серий код. Тут, я думаю, украинцев хотелось бы спросить по поводу этого. Что они думают? Білорусь является торговым партнером как и России, так и Украины. То есть, насколько я знаю, Украина на втором или третьем месте стоит. Положение действительно сейчас складывается очень неприятное для Лукашенко, для его режима, поскольку два его крупнейших торговых партнера поссорились между собой. То есть, ну, действия Путина, которые приводят к тому, что, с одной стороны, конечно, это санкции против России, на которых Лукашенко выигрывает. Но, с другой стороны, борьба между Россией и Украиной, это не всегда играет ему на руку. Россия требует закручивать гайки, закрывать границу, там, какие-то предпринимать действия недружественные. То есть, ему рано или поздно, ему все равно придется как-то выбирать, с кем ему быть, с Западом или с Востоком, там, с Россией или с Украиной. Потому что вечно, вот так как он сидел на двух-трех стульях, так не получится сидеть. То есть, раньше, до 2014 года, у него это получалось более-менее. И он выигрывал на всем. Он доил Россию, там, с Западом пытался периодически как-то договариваться, получал даже кредиты от МВФ. Сейчас, как бы, он тоже замирился после 2014 года. Он не поддержал ни аннексию Крыма, ни Приднестровья никакие он не признал, ни Абхазии, ничего. То есть, да, там, в ООН наша конференция, наши эти представители, они там голосуют так, как надо, как бы они придерживаются какой-то пророссийской линии. Но Лукашенко официально никогда, например, не признавал, что Крым это Россия. Он не признавал эту аннексию. Поэтому, кто бы там что ни говорил, что вот он такой там предательный. Он играет на свои интересы. Потому что он знает, что как только он, например, признает Крым за Россией, то он получит автоматически ответные действия с Запада. Потому что Запад-то не признает этих действий. Там все-таки Киселева не смотрит. Поэтому он знает, что это приведет к серьезным последствиям. Даже если Путин ему даст какие-то деньги, то это ненадолго хватит. Потом он просто столкнется с проблемами. Хорошо. Вата Интернетшн в курсе этих событий сегодня. Как можете прокомментировать? Да, я так мимолетно посмотрел на... Это важный вопрос, очень важный. Это было в стриме «Киевская Русь», кстати. Он транслировал записи. Ну, что я ключевое с этого всего увидел? Я увидел то, что Лукашенко как будто бы оправдывался перед своим правительством, народом, что я ничего не сдал. Это все... Ну, не раздувайте это все дело. Ну, нет повода для беспокойства. То есть, только действовал в сферах интересов своей державы. Ну, чуть-чуть как бы где-то пошел там на уступки. То есть, эти основные месседжи я услышал. И как бы я думаю, что он, наверное, последнюю неделю чувствовал эти настроения, это дышание людей, переживания. Возможно, кто-то даже и Анатолий Ваш этот отчаянный ролик посмотрел. Я его действительно... Ну, я его смотрел, у меня мурашки по телу шли. Поэтому я думаю, что в нынешнее время в такой информационном пространстве ничего не скрыть. И вы личность как бы такая уже заметная. Поэтому... Ну, я так думаю со своей стороны. Поэтому я думаю, он взял как бы тактику оправдываться. Что я ничего не сдал. Может, он в выжидательную позицию просто занял в выжидательную позицию. Он, наверное, какие-то события дожидается. Что-то такое, видимо, в моем понимании должно произойти. Скорее всего, в отношениях... Не то, что в отношениях, а в событиях в самой России. Почему он так затягивает это? Еще раз, пожалуйста, я опять Дмитрию хотел бы на эту тему. Как представляет Дмитрий? Я представляю так, что, возможно, это просто очередная попытка шантажа Кремля. То есть он им показывает. Вы что, думаете, я без вас не проживу? Вот вы там нефтяной свой маневр не хотите компенсировать. Не хотите нам давать кредиты? Смотрите, видите? Я сделал шаг от вас в сторону. Я не побежал вылизывать сапоги тут же и принимать все ваши условия. Видите как? А я сейчас с Китаем договорюсь. И все. Я уйду от вас. Будет... Мы вот откроем там транзит нефти через Балтику, к примеру. И все. Вы не хотите отдавать? А мы откроем так. И все. И что? Вы потеряете союзника важного. Я вот слышал, я читал кратко о том, что он говорил. Вы потеряете своего последнего союзника на западном. Либо, то есть это как бы возможно просто просьба. Либо давайте уже деньги и все. Или мы будем дальше продолжать. Мы не сдаемся. Это попытка может быть такой игры. Так было в 2013 году, когда Янукович вот так вилял между Западом и Россией. И вот как бы из-под земли вот такая рука Путина за яйца его держала. И он там себе что хочет говорил, но рука уже была вот здесь зажата. Поэтому то, что он там рассказывал, вот Василь может это в деталях как-то сказать. Мы тоже были под этим. Когда он говорит, что идем, идем, идем в Европу, хряк, мы не готовы. Выбачайте. Раз Василько, вы мне надали слово, я, мабуть, продолжу в этом контексте. Действительно, в 2013 году, когда у нас все у нас розыгрывалася, эта большая карта, Янукович играл так же, как играет сейчас Лукашенко. Вы знаете, это дежавю. Дивлячись на события сейчас, только у нас тогда, в тот момент, начался Майдан. И у нас был большой сопротив, сопротив людей, прогрессивных людей. Люди никак не хотели. Люди разумели, что Янукович даёт задний хит. Я не знаю, звичайно, как сейчас ваша спільнота на это все реагирует. Дай Боже, чтобы так случилось, чтобы, я говорю, ловировал, ловировал и выловировал. Но, знаете, рано или поздно приходится принимать решения. И играть в такие игры в долго, ну, не знаю. Я, скажемо, чтобы займал реальные пости в России, я бы давно або нагнул, або дав вольною. Но, так как я эти пости не займаю, и слава Богу, я понимаю, что тут нитка, тетива так натягнута. И вот тот момент, когда вы сказали, возможно, он чего-то ждет. И, возможно, Лукашенко что-то и знает, но тут нужно быть, скажем, в игре гравцем, а с народом своим. Нужно открыть немного карты. Нужно спертися на ряд Белоруссии и показать, хлопцы, я президент, я перша постать держави. И достукаться до простого его выборца. И показать, что мы все единственные. Я не знаю, если я в планах, это именно у Лукашенко, и эта игра, не знаю, как задовго продолжится. Я бы желал вашему народу, чтобы он консолидировался на околу здоровых сил. И даже, возможно, десь еще, так би мовити, это не сильно и президенту показать. В каком плане? Мы объединяемся, мы виробляем, власне, политику. А там раптом раз, и мы, и президент в одном пориве, пошли делать справи. Какие справи? Это не обовязково ее оборонить в окопах зі зброєю. Ей можно дипломатично оборонить. Но это нужно, чтобы президент уже знал, скажем, что меня поддерживает мой народ. Народ знал, что президент нас не зрадит в важную годину. Мы будем все заодно. И вы знаете, даже 10-миллионная Беларусь может показать себя так красиво и красиво, но этого нужно хотеть. Потому что, когда Беларусь покаже свой характер, Украина, я думаю, уже достаточно показала, каким потенциалом она владеет и чего она хочет. И, скажем, когда 40 миллионов украинцев, то 10 миллионов беларусов станут по одну сторону барикад, нехай у нас иде фронт. Насправді, пане Дмитри, то не зовсім умовное непорозумение, как вы сказали, это война. Только вона не имеет полной фазы. Там гинуть наши солдаты. Я сейчас не берусь точно сказать, но не меньше 12, а может уже даже больше 13 тысяч. И когда я это говорю, у меня сердце кровью обливается. Потому что есть погибли мои братини, есть братини мои, которые уже померли от ран, от стресса и от всего. И это катком произошло по всему небайдужу людям Украины. Поэтому, ребята, чтобы не было что-то подобное у вас, нужно что-то делать. А что делать? Объединяться. Объединяться и доносить до каждого сердца беларуського свою информацию. Удастся это или нет, я не знаю. Но я бы хотел, чтобы это у вас и у нас всех разом получилось. Потому что светло и здоровые силы должны перемогать. Дякую. Еще раз хочу спросить, Дмитрий, какая угроза будет, если все-таки вот эта интеграция, очень пускай такая вялая, тихая, в течение одного-двух лет грозит нашим отношениям с Украиной? Угроза будет очень многосторонней, как культурной, так и политической, экономической. Если говорить о культурной, то это безусловно. Вот вспомним скандал в 16-м году произошел в Татарстане, когда оказалось, вроде как, с виду, там, республики, там, они свои языки изучают местные, там, да, какие-то телеканалы, там, должны вещать газеты. Но оказалось по факту, что в школах Татарстана запрещают изучать татарский язык. Это был действительно скандал, там, с учебниками, еще с чем-то. То же самое будет и у нас. То есть формально будет государственный язык белорусский, второй, возможно, там, еще какой-нибудь, там, может, даже третий придумают, какой-нибудь добавят. Но по факту будет полностью разрушение культуры. Собственно говоря, вот то, что мы видим сейчас, например, это результат 200-летней работы Российской империи и Советского Союза. То есть мы помним, как в 30-е годы были сфабрикованы дела Союза освобождения Беларуси, Союза освобождения Украины, когда интеллигенцию арестовали, расстреляли по надуманным обвинениям. То есть это не то, что вот просто белорусы взяли и захотели стать русскими. Это их принуждали к этому. Если мы станем одним государством, процесс продолжится опять, как в Советском Союзе, очень быстро ускорится. Что касается политическом плане, мы потеряем свою свободу. Ну и насчет того, потеряет ли Беларусь голос в ООН, я не знаю. Но, возможно, там тоже не дураки сидят. Если произойдет интеграция в одно государство, то они, скорее всего, не допустят, чтобы у России было два голоса дополнительных ООН. Скорее всего, они оставят только один. И у нас как бы не будет голоса, который у нас с 45-го года существует. Беларусь, Украина, они в числе основателей ООН входят с самого начала. И мы лишимся этого. То есть это будет историческая потеря для страны. Что касается экономики, ну тут даже говорить особо ничего не нужно. То есть если посмотреть на российскую глубинку, то мы видим, что там происходит. Если в крупных городах там есть работа, там более-менее какие-то зарплаты. Но вокруг них практически там пустыня, там разрушены эти города, там запущенные больницы, дороги разбиты, поля не засеянные. То есть все это разрушилось. Вот Лукашенко, чем он отличается и почему его любят многие россияне, что он сохранил колхозы, например. Какими бы они убыточными не были, там предприятия какие-то. Он их подкармливает. А там этого нет. Естественно, что если Беларусь станет частью России, то почему Путин будет кормить вот эти территории, если он даже в самой своей России, в своем государстве этого не делает. Ватники об этом не задумывали. Они считают, вот мы газ дешевый будем получать. Ну извините, Германия платит по мировым ценам. Ничего. Живут же. Я с точки зрения украинцев, так, для нас это тоже серьезная загроза, потому что у нас добавляется около тысячи километров границы, мы почти в кольце попадаем в Россию. Поэтому это постоянная напряженность, постоянный стресс, потому что мы сами понимаем, что Россия от этого не отступит. Да. Хочу сделать одно замечание. К сожалению, я вас хочу разочаровать, вы и сейчас находитесь в этом кольце, поскольку в Беларусь входит военный союз ОДКБ с Россией. Поэтому при желании они могут дать команду и пройти там. Да, наше знакомство с Анатолием, я починал ключевое питание. Анатолий, скажи, пожалуйста, есть загроза с точки зрения Беларуси и Украины? Анатолий сказал, что Беларуси, ну, какая бы не была ситуация с войсковой загрозой. Анатолий мне сказал, что за грозы люди не допустят вторгнение, например, на территорию Украины со стороны Беларуси. Я понимаю, что это, ну, у нас тоже и на танки люди прыгали, все равно ворог проходил. Тому, с точки зрения безопасности, Украина стає, ну, майже совсем, как в Израиле. Я часто в четверг лета спитаю, порадьте нам, як нам жити з сумасшедшим соседом. От вони там кажуть прямим текстом. Великий, паркан, високий, чим вищий, тим краще. Забор. Тому це величезна загроза. Далі, Росія прийде на ваш ринок, прийде на ваші ресурси, там, які ще залишились. І вона, по-любому, перекриє як транзитно, так і економічну співпрацю з Україною. Тому цей весь товарооборот, який між нашими країнами, він теж буде рівнятися нулю, тому що таким чином діє наш сусід. Ну, і міжнародний. Тут питання яке. Білорусь стає, Білорусь не має такої явної підтримки з Заходу. Тому, ну, ви навіть не встигнете пікнути, як всі будуть озабочені, всі будуть дуже обеспокоєні, але Путін буде робити своє діло. Путін діє алогічно. Він логіки в його діях зовсім немає. Тому ми вже це побачили, ми вже думали, ось, оце вже дно, оце вже далі не буде. Ні, пробує, щупає. І те, що зараз Лукашенко виправдується, це Путін пробує глибину проникновення, наскільки піпл схаває. Тому то, що говорив і Теска Василь, ці світлі сили, яких вас, на жаль, або немає, або вони десь в таких дєбрях, вони повинні зорганізовуватися, і той якийсь рух такий громадянський, він повинен розвиватися, так як Антолі ви говорили. Без ніякої агресії, мирно висловлювати свою думку, висловлювати своє занепокоєння. Тому тільки таким чином Росія діє нелогічно. Я запитаю. А які економічні угрози? Прежде всього, угроза, наприклад, нам. Ми ж потеряємо ринки з Україною. Потеряємо, наприклад, торговлю той же нефтью, не нефтью, а нефтепродуктами, бензинами. Очень больші, мільярдні, мільярдна торговля шла з Україною. Вона ведь може в рази упасть, правильно, Дмитрий? Так, вона може випасть, але тут є теж інтересна особлива. Наскільки я слышав, несмотря на війну, товарооборот між Росією і Україною достатньо приличний. Тобто це не стало то, що повністю розрив какой-то відносин. І він, вроде б, навіть увеличився в останні роки. Тому повністю я не вважаю, що вона прекратить. Але снизиться, безусловно. Хочу вам замітити про той момент, коли оголошували, мені здається, в минулому році, що там настільки-то мільйонів, здається, збільшився товарооборот. То не зовсім так. Значить, дивіться, є Сбірбанк Росії в Україні, так? І, можливо, там ще одна структура їхня, там один з великих банків. Вони профінансували росіяни ці банки, щоб вони там якось тримались на плаву. Це щодо того, що Росія збільшила свою частку, так би мовити, в торгівлі з Україною. Це з одного боку. Насправді, так, Україна повністю не розірвала стосунки економічні. По одній простій причині. Є надто тонкі місця, де ми не можемо обійтися без тих чи інших складових економічних. І так само є в Росії. Але, по можливості, де ми можемо собі відмовити, там ми давно перервали ці всі стосунки економічні. І вони, я вам більше скажу, якщо у нас був товарооборот з Росією біля 40% всього обороту з усім світом, то він зменшився в три рази з оборотом до 2014 року. І якщо у нас оборот був з Європою, умовно який зараз там не скажу, ми зараз з Європою торгуємо 40%. Фактично, по коштах, по грошах, по грошовому обігу продукції, яку ми продаємо в Європу, і яку ми продавали в Росію до війни, він пішов у баланс. Тому при цьому всьому, що в нас іде війна, нам дуже-дуже-дуже важко. Не треба забувати, що ми багато коштів тратимо на оборону. Ну, принаймні, у відсотковому відношенні. Це все дуже непросто. Багато роздручної інфраструктури і так далі, і тому подібне. Тому це все непросто. Але я би хотів сказати, панове, і громадяни Білорусі, це дуже страшно почути, що в твоїй країні йде війна. Для мене був шок. Я вже пану Анатолію казав, коли він того ролика зробив, коли він про був туний казав. Я бачив пана Анатолія, я себе згадав в 2013 році, я в такому самому шоці був. Тому що я перш за все чоловік, я мушу захищати свою країну. Потім я чоловік власної дружини і голова сім'ї, і в мене малолітні діти на той період були. І зараз ще є, так би мовити. Тому я чітко розумів, якщо ми не захистимо свою батьківщину, ну ми, перш за все, я думав про себе, і з часів Майдану вибудовувалось братство Майдане. І ті хлопці, які мали можливість піти, які, ну скажімо так, я не скажу, що я шукав причини, щоб не піти. Мені на той період виповнилось 54 роки. І, скажімо, це чоловік, який ще може гарно воювати і носити зброю, але, скажімо, малолітна дитина і дружина-сердечниця, яку просто не міг кинути. Тому що, скажімо, ми зараз лежимо в лікарні, крапаємся, лікуємся. Це все дуже непросто. І між іншим, оця війна додала сердечного болю. Це так, знаєте, на окрему взяті сім'ї. То я, скажімо, волонтерю допомагаю, допомагаю 72-ї бригади через волонтера Святослава Щербину. Це відомий в Україні, дуже великий, дуже людина з великим серцем волонтер. Він дуже багато робить для цього, особисто сам. Потім я намагаюся допомагати родинам загиблих воїнів, особисто від себе, розумієте? Тобто, ту, скажімо, невеличку часу я намагаюся якось зробити, щоб хоч якось збалансувати всі ці моменти. І знаєте, коли хтось слухає і подумає, Боже, як це все страшно. Насправді це страшно, коли в твоїй країні йде війна, коли гинуть твої побратими, коли ти бачиш, як матері оплакують. Навіть ніколи не чув прізвища такого. І навіть села якось, коли привозять дитину туди, з фронту її ховають. Це велика глибока рана на душі і на серці. Але до чого це я все веду? Так, це страшно. Але Україна це переживає. Я хотів би, щоб ви цього не пізнали. Але щоб ви цього не пізнали, консолідуйтеся. Консолідуйтеся. І таким чином можна буде вийти меншою кров'ю з цього всього. Я бажаю вам успіху. Хай все у вас получиться. А ми будемо поруч. Ми будемо вболівати за вас. Ми не тільки будемо вболівати, ми будемо надавати поради і не тільки. Так що ми з вами. Дякую. Дякую. Так, після таких слів, то тяжко не супережувати нам всім двома народами. Бо іначе не буде ніяк. Бачите, Росія веде себе, як веде. Вона велася б як когресор, і вона повторює з нами, білорусам. Я считаю так само. Я і така добренька. Ще я хотів спросити обратно. Вернусь в більш такій темі з Дмитрию. Мене інтересує, наприклад, як відношення з Западом сложиться. В такій ситуацій, як це все, в течіні, опять же, років, двох, трох. Дмитрий в тому раз говорил, що, можливо, разорвуться дуже важні для нас інвестиційні проєкти, багато совмєстних предприємів перед Западом. Пожалуйста, мені цей вопрос інтересує. Не так давно я видів статистику, в якій було написано, я не можу вже точно припомніть. Скільки в одному стримі у мене там є, я зачитываю. Скільки совмєстних предприємів з США, з Германією, з Литвою, з іншими країнами, з Польщі. Там, тисячі, нескільки тисяч всього. Так вот, якщо ми станемо однім государством з Росією, звісно, що на нас буде розпространяться і санкції. І бізнес міждународний побіжит відсюду. Ресурсами Беларусь не багато, тому Лукашенко пытається як-то завлечь сюди інвестиції, там, всіма правдами і неправдами. Тут другая немного проблема в тому, що він часто нарушає закон, то є його воля, як би, над законом. Тому це мешається бізнесу. Бізнесмі, які не знають об цьому, вони приходять, тому що тут нет війни, тут тихі услові. Але потім, поработав некоторе час, нескільки років, вони ставлються з нашими, ось цими особливостями нашого государства, як воно себе ведет. І някість уходять. Але багато просто остаються, вони працюють нормально, так сказати, срабатуються яким-то образом. Але вони уйдуть. В случае присоединення Беларусі к Росії, тим чи іним образом, їх просто вжмут. Звісно, що все буде направлено против нас. Тим більше, появиться у Росії такий буфер, плацдарм. Тобто, якщо начнеться реальна якась війна з Западом, то це з великою вероятністью буде разворачиватися именно на нашій території. Танки пойдуть з Запада, там, чи з Востока российські туди, естественно, НАТО ударить по нам, тут наверняка построят якісь бази. То есть, сейчас это многие считают, не зная, что в Беларусі тут куча российських военных баз. Да не, не куча. Реально военных баз тут нет. Тут есть радиолокационные станції. В Вилейке есть, по-моему, где-то еще там... Возле Ивацевича. Да, возле Ивацевича есть. То есть, это такого, ну, не сказать, что прям прямого такого назначения, но это радиолокационные какие-то станції. То есть, реально, вот, Путин продавлював проект строительства, здесь создание авиационной базы. Но Лукашенко ему отказал. То есть, он понимает, что пускать сюда российские войска солдат нельзя. Да, учения там, это одно. Когда вот был Запад 2017, был огромный шум среди оппозиции. Многие считали, что вот сейчас российские войска придут и отсюда больше никогда не уйдут. Но экономисты подсчитали, что транспортировка их сюда и пребывание, каждый день их пребывание здесь обходятся там в огромные суммы. Поэтому это просто экономически невыгодно. Сейчас уже не начало 20 века, когда для того, чтобы захватить страну, надо там захватывать телеграф, телефон, радио, почту и прочее. То есть, сейчас немножко по-другому все. Хотя ситуация в Крыму все-таки показала, что и такой вариант тоже, вероятно. Еще вопрос, вопрос очень важный. Всегда интересует, многие мне задали вопросы. А Беларусь-Калий, судьба Беларусь-Калий, это наш флагман. Я, например, там представляю, что с другими, но самый главный. Понимаете, лакомый кусочек. Что с ним может стать? Это лакомый кусочек. Ну, он станет примерно тем же, что какие-нибудь алмазные копии в Якутии или что-нибудь еще. Очередной Абрамович получит себе источник для того, чтобы купить очередной особняк в Лондоне. Ну, и все. Россиянам от этого не добавится ни копейки, поверьте. Сколько добывают золота в России алмазов, сколько леса вывозят в Китай. В 69-м году там за какой-то клочок земли за остров Даманский погибали советские пограничники с разных частей СССР. А теперь Медведев сказал, ну, да забирайся, вам надо там эта вот территория, да забирайся, там все равно никто не живет. Забирайте Адаманский, в аренду сдадим Дальний Восток, японцам там, может, курил, зато Крым наш, зато Крым наш. Это вот все. Мы молодцы, видите, какие молодцы. Пол Дальнего Востока отдали, это ничего, тишина, зато Крым отобрали. Да, кошмар. Так, так, я к тебе, как раз. Дуже крутенькая ремарка, то, что Дмитрий сказал, что у вас прямой плацдарм на Европу. В принципе, у нас тоже большая граница с европейскими странами, но у нас там западная Украина. У нас там оплот, такой оплот, что он не по зубам был ни немцам, ни советам. Поэтому, действительно, у вас это почти прямой путь, он беспрешкодный на украинский море. Беларусь достаточно монолитна. Да, но такой вопрос, такой, как бы, еще один момент. Сейчас, в нынешнее время, любую территорию с той мощью, которая есть в России, можно оккупировать. Но ключевой вопрос, удержать ее оккупированной, это намного сложнее, чем ее оккупировать. Потому что, понимаете, что это миллиардные траты, то, что сейчас Россия себе позволить по большому счету и не может. Ей достаточно Крыма. Сейчас на Донбассе много тратят. Плюс у себя не все хорошо, нефть подешевела. Поэтому, я думаю, что тоже при том всем они сейчас будут это все, ну, аккуратно это все делать путем аншлюз, правильно? Мягкие силы. Да, да, да. Но все хорошо помнят белорусских партизан. Все хорошо помнят. И украинских. Поэтому живе Белоруссия, к минимуму. Живе вечно. В плане Белоруссии тут все-таки больше дело в том, что могут быть международные последствия. То есть, когда была ситуация в 2014 году, это было внезапно. Для многих это было внезапно. Даже Запад был не особо готов к таким решительным действиям со стороны России. Многие патриоты, ватники в России говорили, что вот мы даже не ожидали такого, что Россия так решительно будет действовать. Они считали, что все будет так. В последние 10 лет поэтому для нас это не было несподиманкой. Просто это вышло тогда, когда моя страна была ослаблена. Когда страна была разграблена. В казне было вот столько денег после того, как наш двойной не судимый втек. Поэтому и самое ключевое в Крыму было очень большая кілька предателей. Там не было кому воевать. Все говорят Турчинов не смог, не смог. Там не было кому защищать Крым. Подождите, а как же войска, которые украинские там стояли, не дали приказы? Можно я сказать? Я продолжу контакты пана Василя. Что он мав на увазе? Можливо, вам это неизвестно. У нас была контракт на уже на тот час майже армия. Правильно, как правило в контракт армию шли местные. А кто такие местные? Это дети тех, кто зайшли в крымско-татарские хаты в наследок виселения в 1944-м крымских татар. И не только татар. Там виселили вирмен, караимов, крымчан, коренных крымчан на тот момент. И те пришли еще горшечок с картопелькой, которую сварили вчора. Тепленький забрали потому, что самый великий вояк матрос Кишка, которого называют матросом Кошкой, он урожець Винницкой области. Если в пантеон славе поделиться загиблих воинів, то это в основном были воины из Украины. В основном там только комс-слав был, возможно, российский. Брали Крим и так далее. И вот кримская дала дала тих зрадников ну и тих паспортов, про которые пан Василь сказал, они их, так бы мовить, подкупали, и не только их. Так, пане Василю? Так, так, я еще хочу додати, Дмитрий, когда Хрущев дарил, или там по пьяни, как говорят, да, в Криму было 9 магазин, в 7 Криму было 9 магазин, где можно было купить хлеб, 9, и трасса Ялта-Симферополя, там сейчас найдовший тролейбусный шлях, був протягом 5 годин можно было добраться, поэтому Крим загибался, и в Украине этот Крим говоря языком впарили, впарили, потому что пошла Днепровская вода, пошли работящие украинцы, регион начал оживать, и Крим это от татарского слова, поэтому никак не русский, там греки были, татары, там, ну, русские себе уже это все придумали. Яки все решта. Ну да. Думаю, выходя из того, что отдал, звичайно, а что было, казна порожня, правда? Президента в Украине немае, а Турчинов это не президент, если он, скажем, был вецепрезидентом, ну, знаете, как в Америке есть президент и вецепрезидент, в разе смертей президента или чего-нибудь, тяжелой боли, одним словом, когда президент не может выполнять свою функцию, тогда вступает в роль вецепрезидента, вы это все знаете, у нас же такого не было, у нас кабмин весь втек, они все втекли, и больше того, я подозрюю, что Янукович не втек, его украли, его просто украли, а когда нема президента, главнокомандующего, потому что сегодня у нас президент Петро Порошенко, он находится в Киеве, аппарат президента працюет, голова Верховной Ради на месте, Верховная Рада працюет, кабинет министров працюет, премьер есть, они могут решение принимать, другие, они решение принимают, скажем, очень сильные, сильные, вываженные, но они их принимают, есть легитимный президент, и Украина это знает, мало того, это весь свет знает, а тогда кто мог сотник из Майдана командовать парадом, типа в российской террографии матрос железняк, как там, он сказал, что караул устал, всех распускают, поэтому украинцам в тот момент было очень тяжело, очень тяжело, и если не добровольцы, которые пошли отстанавливать свою независимость, я не знаю, чем это закончилось, и это, дорогие белорусы, черговый раз вертаюсь к вас, если не добровольцы, добровольцы никто не заставлял, они ищли сами, они ищли сами, отті хлопцы, на жаль, яких уже многих немає, які померли від ран, які загинули напередку, и, слава Богу, певна когорта их залишилась, они зараз залечивают свои рани, отбудовывают уже в Украину, потому что они, служивши свой термин, были в нас такие люди, и, слава Богу, они есть, тому я не закликаю, чтобы вы прямо сейчас зі зброю ставали и боронили себе, але чтобы вы памятали, маючи під боком такого облесливого ворога, треба порог тримати сухим и ухо острого. Прошу. Я хотел бы к Дмитрию обратиться, что-либо подобное, что было сейчас в Украине, наше, например, общество наше, воспринимает, может ли какой-нибудь сценарий подобный, хотя бы что-либо отдаленно напоминающее случиться в Беларуси. Я бы сказал так, у нас, у всех, у большинства, я думаю, стран, кроме, может быть, тех, которые уже отошли в значительной степени от этого советского менталитета вроде Грузии, Эстонии, которая уже интегрируется успешно в Запад. У нас есть одна большая общая проблема. Мы раньше были частью Российской империи, потом Советского Союза, и по этой линии проходят во всех народах наших бывших постсоветских раскол. Одна часть, так называемые эти ватники, они придерживаются того, что это было хорошо, а другая часть патриоты, они считают, что это было плохо, мы потеряли свой суверенитет, у нас были свои государства, ВКЛ, Запорожская Сечь, грузинские какие-то княжества, какие-то еще государства свои были, люди жили как бы в других немножко условиях, и им это навязали, то есть даже взять посмотреть саму Россию, тех же Чукчиках присоединяли каких-нибудь якутов, то есть там бывшая жесткая война. Столетняя война с Чукчем. Да, это серьезное дело. А теперь им пытаются объяснять, вы часть русского народа, вы практически русские, вы всегда в мире жили там, мы всегда дружили там и любили друг друга, ничего подобного. Естественно, есть всякие манкурты, которые говорят, что все это хорошо, Советский Союз это вот классно, надо опять объединиться. Ну, с одной стороны, как бы было действительно неплохо, если бы было общее какое-то государство, целое, например, вот Евросоюз, пожалуйста, такое объединение. Важно, на каких условиях и с кем. глядя на современную Россию, каким-то центром объединения земель, она не видится, потому что у нее самой достаточно земель, это одна восьмая суши сейчас, и что они делают с этой землей, с этой территорией, как они расходуют ресурсы, как это сплоть. Зачем нам это надо? Да, перспектив пока таких каких-то ясных, четких нет. Например, еще такая, отношение, существует хотя бы немножко какая-то разница в ментальности белорусов, я это заметил. Существуют восточные, существуют более западные, например, Брестская, Гродинская. Казалось бы, она стерта практически за эти годы, но именно сейчас она начинает развиваться потихонечку, потихонечку. То же самое я, например, ввел стрим с восточными белорусами, в смысле Могилевской, Витерской, особенно вовсе. Но я их сильно не отличаю от русских. На самом деле настолько они ватные, мягко сказать. То же самое я вел несколько раз, например, стримы с Западной Беларуси, практически с Брестскими людьми, с Гродненскими, у меня с Волковыска интересный человек попал. Вот, как это можно, например, представить? Здесь что-нибудь, может какой-то конфликт между белорусами произойти в будущем? Вот смотрите, я эту мысль уже начинал это развивать по поводу того, что у нас существует вот этот разлом по линии отношения к России, к прошлому имперскому, к Советскому Союзу, к Российской империи. То есть существует явно две полярных точки зрения, которые вот и привели, например, к таким противостояниям, как в Приднестровье, там, да, естественно, что это инициировали какие-то спецслужбы российские, там, ФСБ или, возможно, еще там КГБ советское. У нас также готовились подобные провокации на случай того, если, например, в 90-е годы бы Лукашенко повернул на Запад. Так называемый проект Полесской народной республики, который Шелегович собирался объявлять. Многие говорят, вот с кем я общался, интересно было бы, конечно, и ваше Анатолий мнение по этому вопросу, если вы об этом слышали, конечно, узнать по поводу Полесской народной республики, которую в начале 90-х пытались в Пинске там объявить. Говорят, что она абсолютно не жизнеспособна. То есть, вот был такой человек, вот, может, не знаю, украинцы знают о нем или нет, Николай Шелегович, вроде как патриот, такой филолог, он там разговаривал на белорусской мове в числе первых, когда вот создавалась БНФ в Красном Костеле в 88-м году еще, когда первые какие-то митинги там националистические начинались на волне перестройки. Он вроде как выглядел как патриот, но у него была одна особенность. Он не выступал за целостную Беларусь. Он был за отделение западного Полесья в отдельное государство. Он продвигал идею великих ятвягов, что там не белорусы, а вообще великие ятвяги проживают. То есть, это совсем другой народ, другой язык абсолютно, и должно быть отдельное независимое государство. Там даже флаг был создан отдельный, трехцветный, наподобие вверх, как у украинского, а внизу еще, по-моему, зеленая полоса. То есть, там даже марки были созданы, проводились фестивали Open Air и отвысь. Была газета, Полиссия издавалась специальная. Говорят, что даже многие полюшики не понимали, что там говорят. То есть, этот язык искусственно создан. Он как филолог, как специалист. Причем, его в советские времена еще уволили за его деятельность, за то, что он был очень неблагонадежным. Однако, потом, в конце 80-х, он был принят в Академию МВД, где он преподавал. И вдруг, внезапно, у него появились деньги. Пинский депутат Ярошук в своих воспоминаниях отмечал, что в 93-м или 94-м году этот Шелегович к нему подошел и сказал, что необходимо нам, как депутатам, выдвинуть идею об отделении Полесья. Говорит, ты будешь премьер-министром. И предлагал ему зарплату около 2-3 тысяч долларов. В то время, когда люди получали по 20-15 долларов зарплаты. Откуда бедный филолог взял огромные деньги? То есть, ну, понятно, что это какой-то ФСБшный след. Это не просто так. Но, сразу же, как только Лукашенко повернул в сторону интеграции с Россией, Шелегович уехал в Калининград, где он до сих пор проживает, и Полеська Республика рассосалась. И никто об этом больше не говорит и не знает. Внезапно так. То есть, это вот пример того, что может произойти. Такие конфликты могут разморозиться. Практически во всех государствах постсоветских они были созданы. Уважаемые коллеги белорусы, вот сейчас мы говорим такие уже страшные вещи, уже самые плохие сценарии. Скажу вам так, как украиноязычный украинец. Плекайте рідную мову, бережите рідную мову, поднимайте ее из того болота, где она сейчас есть. Памятайте, если бы в Крыму или на Донбассе была украинская мова, там бы росийского чобота не было. Если бы на Крыму или Донбассе была украинская церковь, такого бы безлада никто не мог творить. Поэтому вера и рідная мова, уже наряду с армией и так далее, то, что у нас сейчас наш президент говорит, где есть рідная мова и где есть рідная церковь, там есть белорусы, там есть ваш побуд, ваше життя, ваше счастливое життя. Где росийский чобот, там болото, там занепад, там безлад, там горилка. Тому мова и церква. Вот то, что мы сейчас, смотрите, сколько лет пройшло, только в этом году на начале Украина получила свою другую независимость. Это я плавно хочу подвести вас под вопрос отримания Украины Томасу. Это события, Василию, как там у нас? Подия. Подия тысячелетия. Тысячелетия, навіть не столетия. Тому своя поместная церква, своя рідная мова, своя армия, прапор, территория и никакой враг вам не страшный. Там, где есть дух и вера, там есть порядок, там есть патриоти, там есть життя. Василию, поддержите. И добавлю, и там есть, дорогие мои, могили ваших предков. Вы знаете, никто, если у вас там не будет на земле вашей, никто не догляне могилку матери, отца, дедуся, бабуся. Вы понимаете? Они это перетворяют на пустылю. А вы будете выгнанцами в собственной территории, будете на Таймире, на Далеком Сходе, в Якуте, на любых пресках. Кто будет тягнуть лямку в смугастей одежды, а кто будет шукать легкою долю заработчанство. И будете схлипывать и вспомнить, как было добре в батьковской хате. Даже с важким куском хлеба. Адже никогда кусок хлеба легко не давался. Он всегда заработал тяжко. Пригадайте своих дедушей бабуш если вы помните батьков у кого на жаль уже их немае у кого еще есть. Подивите на их руки возьмите долоню розгорните поцелуйте мамині руки обнимите севого гроши севого усилим вот так молодые были девчата наши были молоденькие носили короткие спиднички а сейчас волосы фарбуют потому что вина появилась вот это все так но любите своих близких своих родных и помните что я начал за могилами ваших батьков и дедушек и бабушек никто не будет глядать А где ваши кости будут лежать? Может они будут развеяны по берегу Белого моря. Вы знаете почему? Потому что там колись нашу элиту расстреляли и замордували и закатывали. И вашу так же, до речи. Поэтому берите Беларусь. Берите, как Зиниць Ока, как Матинку родную, как маленьких деток, которые лежат на лежке. И шануйте, шануйте ее. А президенту своему дайте месец, что вы, Беларусь, будете свою любить и защищать до конца. И тогда, почувши это, он подумает, какой у меня наряд хороший. Принаймні, мне так кажется, он так подумает. И тогда, возможно, все будет окей. Всым разом, гуртом вы отстоите себя. И будет нам легче, и вам будет. Потому что тот кордон, про который пан Василь сказал, он где-то около тысячи километров, а действительно, это нам додатковая загроза. Мало того, вас поженуть на нас, как мясо. А мы будем мочить всех, кто будет до нас лезть. Потому что мы не будем смотреться, что тут Беларусь идет. Беларусь будет одянутой в москальскую форму. Вы понимаете, в чем беда? В чем велика беда? Не дай Боже. Не дай Боже. Я, знаете, намалював эту картину, у меня чуть руки не трясутся, потому что мне тяжело говорить. Если, может, кто-то будет слушать и думает, что он несет, а я то скажу, то, что у нас делается на нашем фронте, понимаете? И снова вернусь туда. Потому что я каждый день смотрю на это. И у меня сердце кровью обливается. Поэтому я закликаю вас, помните и про это. Помните и про своих братьев, которые живут на певдене от вас. Как нам сейчас легко. И чтобы вы не упустили власне. Бережите. Бережите Беларусь свою. Я хотел кое-что сказать. То, что сейчас неплохо было бы сделать, и я надеюсь, что, возможно, президент до этого хотя бы додумается, это каким-то образом ограничить российскую пропаганду, которая все эти годы, 20-30 лет спрещает неподконтрольно. Но там есть определенные рычаги. Вроде как, например, Россия-Беларусь каналы называются, НТВ-Беларусь. То есть это сделано для того, чтобы если что-то против режима, против Лукашенко пойдет, это можно было заблокировать. Но Соловьев, Киселев, антиукраинская пропаганда, она идет абсолютно свободно. То есть включаешь, там Соловьев беснуется, кричит мочить бандеровцев, разбомбить атомную бомбу на Львов и все такое. И это все люди смотрят, хавают. И в 2014 году мы это видели. То есть очень много белорусов прям говорили, ух, там фашисты, надо защищать русских, ехать за ДНР, воевать. То есть с этим уже столкнулись отчасти. Очень многие клюнули на это, повелись на пропаганду. Мы это питание, которое вы сейчас только подняли, уже трошки просунулись и очень хорошо просунулись. У нас квоти на телебаченні, у нас сейчас контент украинской мовы, по-моему, не меньше 75% вступил. Радіостанции, квотование украинской мовы. Все канали, российские, пропагандистские, даже ДОЖ, где який час працювал, его тоже вимкнули. У нас одна загроза, это тарелки, которые сейчас находятся в каждом селе, где нема. У нас нема аналогового телебачения, а цифровые еще не очень сильно развинулись. Тому тарелки, Василий, это тоже наша большая загроза. Потому что я сам замечаю, эти голубые огоньки, вот эти все Петросяни. Я уже этого видвиг. Я дивлюсь на Вінакура, Петросяна и всю эту братью, вибачте. Я забыл, кто это такой. Я уже не знаю, мне этот гумор не близкий, хотя я человек Советского Союза. И еще, Василий, вы говорили, что люди, которые скучают за совком, это скучают за своей молодостью. У нас сейчас такой небольшой анекдот появился, что когда деда подошел к бабке, каже бабку, давай будем троехать любить себя. Та деда взял, попробовал. Та деда не вийшло. Та й каже деда бабка, от Порошенко, сволочь. Кажется, что сволочка. Ну при Горбачове такого ж не было. Поэтому, это жаль за совком, за пломбиром, самый вкусный, который никто никогда не пробовал, кроме москвичей. И там деяких великих. И за цей колбасой дешевым. Это уже поколение моего забывает. А мои сыны вообще не понимают, что такое было. Для них это какой-то призрак, который был и исчез. Поэтому новое поколение, мова, меньше совковостей и все будет хорошо, мне дают. Да, сколько работ, как так слушаю вас. Представляете, насколько вы пришли вперед? Сколько нам работ? И что же нашими людьми мы делаем? О, что, у нас люди не такие. Я вам просто, казалось бы, они такие же, они не понимают, но они иначе. Анатолий, у нас теж не всі були заклятими бандерівцами и поддерживали НАТО. Та самая критичная масса, 7-10%. Той самый помиркованный Киев, який поднявся на наступный день миллион. Миллион, то есть это третина Киева, миллион став. Просто никто ни с кем не договывался. Просто побачили цей безлад. Тому цей громадянское суспільство, воно сформуется за години, может сформироваться. Потому что немае стрессу в людей. Люди зараз моя хата с краю. Памятаете моя хата с краю, да? А вы же знаете оригинал ее? Першим ворога зустречаю. Дякую. Тобто вже перекрутили. Моя хата с краю нічого не знаю. А українська приказка. Першим ворога зустречаю. Тому це громадянське суспільство, воно атак може статися, коли буде несправедливість. Коли буде якесь, ну це повинен бути якийсь стрес. Передумови. Передумови. Для його спонтанного виникнення. Але щоб ці передумови були, то треба, скажімо так, про певні речі говорити, щоб люди розуміли, що дійсно таке можливе. І ми на таке можемо. Ми можемо відірвати свої дупи від стільних. А хіба то не стрес? Тому зараз у нас стрес іде. От зараз, що в нас були, в Білорусі, що произойдли для мене, він стрес був. Звичайно. Для дуже таких людей так само був стрес. Але нічого не зробилось, нічого не поминілося. У вас той стрес. Неправда, Анатолій, неправда. В головах почалися перші звільні шуршати. Якби не було оцього шушукання білоруського, батька сьогодні би на вашій нараді не оправдовувався. Це велика сила, оцей дух. Тому що цей чобіт російський відчуває тільки силу і силу духу. Якщо тихенько все, тихенько все станеться. Якщо спочатку на низькому рівні, на кухнях, далі в офісах, далі середній клас. У нас середній клас зробив велику роботу, який у нас сформувався, дуже тяжко, дуже довго. Середній клас, директор Майкрософт Україна, він дуже відомий, написав заяву за свій рахунок і пішов чистити сніг. Директор Майкрософт. Він вчора ще не думав, що він сьогодні піде сніг чистити. Там і дуже багато таких прикладів. Тому це не так все безнадійно, це не так все дуже запущено. Зараз це все починається, як той муравєнік, починається певний рух в правильному напрямку. Головне це не зупинятися, головне, щоб цей такий шум патріотичний, він нарощувався. І головне все дуже спокійно, дуже все розсудливо і головне мирно, тому що ви бажаєте в своїй країні тільки миру. Ви бачите, що таке втрата миру. Дмитрий, 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 пожалуйста. Тут существует одна небольшая проблема. Дело в тому, що Лукашенко є диктатором. І я думаю, що він не тільки, тому що, як ви говорите, він услышав там якісь шепот народу, там люди кажуть. Дело в тому, що у нього менталітет африканського вождя. Він думає в першу чергу о себе. Тобто, раніше було вигідно, він никаким не є ні другом, ні братом, ні Росії, ні України, ні Польщі, ні кого. Він просто такий розчетливий диктатор, який працює на себе. Коли було вигідно дати Росію, він її дахав. Тепер Росія грошей не дає, тому що він від неї відходить. Якщо б Росія зараз дала грошей і компенсувала всі ці маневри, він б сказав, що ми – братья. Але він одне знає, що всі диктатори закінчують однаково. Тут питання, коли і як. Зараз, Елю. Зараз, секундочку. Тобто, такий выстріл можливий в любой момент. В любой момент. Наприклад, ще раз для Дмитрия. Возможно ли любое какое-нибудь развитие неординарної ситуації? Потому що какое-то развитие було, наприклад, возможно, да? Наприклад, де-нібудь, хоч якісь підвищення, де-нібудь на горизонті, на белорусському горизонті, що-нібудь такое намечається? Тому що, по-моєму, це все Беларусь настільки проглотила, як будто нічого не відбувало. Взагалі нічого руха нигде. В СМІ однозначно нічого нигде не… Тільки з благосфера зашевелилась. В СМІ? А в які ви СМІ, смотри, читаєте? Независимі СМІ? Так, я і кажу. Я говорю, вот «Государственні СМІ». Я «Государственні» не читаю давно. Я то же самое, але треба іногда і поглядувати. Там совершенно, як будто це так і должно бути. Все. Настільки все як-то плавно, так перетекає, наприклад, в обычні новости. Вот підготавливать, тому що в основному ж люди наші смотрят «Государственні СМІ». А, наприклад, та же самая благосфера. Молодежь, кстати, молодежь, очень интересно, с кем я не общался, наприклад. Молодежь на ці события реагує, ну, никак не реагує. Некоторі люди, вот такі, як ви молоді, наприклад, белоруси, но їх настільки мало, наприклад. Нічого подобного не було в Україні. Там обсягство совершенно було другое. Там дуже мощне такое, какое-то національно-патріотическое всегда мышлення було. Середній клас, Анатолій, середній клас зробив ключову роботу. Патріоти приєдналися до середнього класу. Так, так. І в четвертому році, і в чотирнадцятому. В четвертому році теж, до речі. Тому що я учасник трьох революцій. На Граніті ще? Так, так, так. У нас Василєв взагалі тут вже професійний революціонер. Так склалося, хлопці, так склалося. А ремарочка щодо диктаторів. Коли Ви завершили, я хотів додати. І не всім так щасливо, як Янеку, вдається уникнути вірьовочки або кулі в лоб по сценарію. Або в канаві десь там. Янек, це, скорее, така пародія на диктатора, а це не диктатор. Скажімо так, скажімо так. Панство, я перепрошую. Я в силу певних обставин мушу вас покинути. Я вдячний вам за те, що ви запросили, що ви дали можливість на цьому майданчику висловити власне бачення, власні думки. Я, як і раніше, так і нині, вважаю успіху у розвитку ваших каналів. Але більше всього, я хочу сказати, я більше всього хвилююся і болюваю за звичайний представний народ Білорусі. Хай з вами буде Всевишній, хай вам додасть сил, життєдайних, і хай найкраща частина Білорусі відчує, що вона такою є, об'єднається і дасть поштовх до гарних демократичних перемін. В тому числі, і хай це дойде до того диктатора, Дмитри, про якого ви казали. Скажімо так, диктатори були різні, навіть людоїди. Ваш хай виявиться самим великим, чистим... Так, так. Дай Боже, щоб почув він тое слово. А вдруг почує. Тому ще раз перепрошую, бажаю успіху всім. Будьте здорові, до побачення. А і вам так само до побачення. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Слава Україні. Героям слава. Живі Білорусь. Живі вечно. Ми залишаємося? Ми здаємося, так. Ми здаємося. Ну, только щас формат перестроємо. Василь, Василь, нажміть і відключиться. На красну. Отключиться, да. Ми щас перестроємо формат немножко по-другому. І попробуємо продовжити тему. Возможно, тож обговоримо, какую. Тому що цей ролик вже вийде. Тоже по поводу диктатора, коментарий кое-какой. Що консолідація обіщества мешаєть действію Лукашенко. Наприклад, декрет о тунеядці, який почав действувати 19-го року. Тобто, т.е. людей всередині буде требувати більше за комунал. Давайте ці такі, більш гарячі теми, щас обсудимо. Хорошо? Хорошо. Щас секундочку, я це зберігаю. Тому що ви теж ведете всі записи, да? Да, да. Я веду записи. Я щас быстренько його зберігаю, пускай воно мене... Тому що я не можу, сильно большой файм, не такая простая... Ну, нормально. Як на мене непогано вийшло для дебюту. Так. Ми продовжуємо поки наш стрім. Міжтаємо, щоб в нас була... Хоть на першій такі позиції ми хоч взошли, як взошла на призара України. І воно з часами, з часами перестроюється, я думаю, мишлення. І в головах інші мислі, прогресівні, ближчі до свободи. І ми почнемо розуміти, хто ми є. Що ми своє панство втратимо. От так золється все з Росією. І все. А далі як та Росія буде, хто його віддає? Мені люди кажуть, що вона розсиплеться на якісь інакше государства чи панства. Хто його віддає? А нам така перспектива не треба. Нас хоч сталося 9,5 мільйони. Ліпше було б, щоб в нас було 10-12 мільйонів білорусів. Щоб в нас була своя білорусська мова. Щоб ми віддали свої коріння всі. Щоб я так само гордився. І мої діти і внуки віддали, що ми тут в Берестейському краї живемо. Віддали свою історію. Переживали за своїх людочков. А не стали десь там розкидані по всьому світу. Як ви казали, вже на Коломії, десь на Чукотки. Хай ж там живуть Чук, чи хай там то їхній краї. А білорусам, я так думаю, треба бути на рідній землі. І ми тут, як кажуть, там і пригодився. Так само і в Східній нашій Білорусі. Вона єдина. Як би там не було хатектурувати раніше чи ні, Вітівська, Могильовська чи Гомельська, вони інакші. Не треба, щоб ми були інакші, ми єднакові. І ніякі там білоруські розпадатися нам не треба. Я супротив того. Так само хай буде цельна Україна. Я віру, що прийде деякий ЧЕС, та імперія розвалиться. Дай Боже, щоб і Крим повернувся. Тому що ти росіянці, що там можуть наробити, хто його віддає. Туди прийшли чужі люди. А той край був для кримчан. А прийшли чужі. І що вони там можуть наробити, то покажуть ЧЕС. Так само і з Донбасом. Розруйнували той Донбас. А він був, то була, можна і казати, миша, як сила була українська колись. Там була вся енергетика. Там було, а скільки ще там є в землі? Чули, всі відео, що там є газу повно. І стільки газу, що може бути. Значить, треба, щоб Україна стала ноги. Такі, моцні ноги. Вона найде інвестиції. Найде люди, технології. Туди прийдуть. І той газ буде свій український. І не треба буде дертися за той газ з Росією. Бо вона ж бачить, що робить. Керує всім світом. Вона показує нас з нефтями. Ми з вами, маленькими народами, робити, що хочемо. А нам то і не треба. Нам треба зохранити свою Білорусь. Навіть білоруськость. І вони бачать ті ролики. Наші ролики. Тепер вже наші ролики. Ми спробуємо ту роботу не закінчувати. Встрітимось з блогерами, з українськими. Може, вийдемо так само на білоруських. І роботу, скажімо, починати. З того і треба починати, щоб голови все починалось. Щоб просвіщати. Бо іначе нічого не буде. Ниць а не ниць. Бо людина, яка віддає, мене його знає, вона починає орієнтуватися в ситуації. І все, починає працючатися. А там специально, як така туру Станкинського голову, правильно, Дмитрий Виланович? Вткнули нам в голови і качають. Як і витягче. Як і витягче з голови, і щоб там були мозги, а не якась жи за жопілками, а ватаю. Ну, на многие эти вопросы есть, по сути дела, один ответ. Необходимо становиться лучше. То есть, необходимо работать. Есть два способы, в общем-то, изгнання російськой пропаганди или там возврата Крыма. Есть жёсткий вариант, то есть силовой там запретить, там войсками там ещё чем-нибудь, к примеру, захватить. Но есть другой вариант, более хитрый. Стать лучше. То есть развивать, например, что касается Украины, да, провести реформы. Экономика растёт, и люди видят в Крыму, что там становится жить лучше. То есть там уже живут богаче. Россия чахнет, капиталы уходят. Естественно, у них начнёт возникать то самое чувство, которое подвигало их в своё время присоединиться к России. Там зарплаты больше, там пенсии больше. Там, смотрите, вот всё есть. У них есть безвиз с Европой. А почему мы должны тут сидеть? У нас ограничения, у нас всё. Давайте вернёмся в Украину. Сами проголосуем, устроим референдум, вырвёмся оттуда. Да, дякую, дякую, друзья. Вы правильные речи говорите. Тут, Анатолий, по вашему невеличкому спичу у нас кажуть, поки товстий-схудне, то худий-сдохне. Тому, розраховувати, що з Росією щось станеться, то дуже неблагодарна справа. Хай у них всё будет как-найлёпше. Нам треба жити своим життям и нам треба развивати свою державу. Тому, дійсно, зараз на тілі України є дві таких великих рани, які одна така підгнивша, а друга постійно кровоточить. Тому Україна зараз намагається жити в певних умовах, в тих умовах, в які ми зараз попали. І тут задача мінімум, щоб ця кровоносна рана не розповсюджувалася, як вона гангрена, умовно кажучи, а з тим гнилим, що ми знаємо, що робити. Тому, як сказав Дмитрий, питання України зараз дуже-дуже просте. Збільшувати рівень життя до такого рівня, щоб ці люди, які, можливо, десь помилялися, можливо, десь були задурені, побачили, що країна процвітає, що країна розвивається, країна має безмежні можливості в подорожі по світу, і вони дійсно захочуть повернутися додому, номер два. Тому я вважаю, що військового сценарію в рішенні одного і іншого конфлікту немає. Чому в мене така думка? Українці не такі дурні, щоб розрушувати свою інфраструктуру. Силовий варіант – це знищення інфраструктури чи Донбасу, чи Хриму, і це велика кількість жертв. У нас немає стільки людей, на відміну від росіян, які готові покласти за ці землі. Тому мій сценарій який? З Кримом збільшувати рівень життя, покращувати, стримитися до якогось проєвропейського розвитку. З Донбасом дати можливість їм пожити трошки окремо. Хай вони тим російським світом наситяться, все рівно натішаться, умовний якийсь паркан, тому що щодня у нас з фронту один загиблий, два поранених, то в госпіталь ці сини кладуть життя за державу не дарма, зараз це треба максимально берегти кожне життя, кожного солдата, і вони ж теж там на передовій, ну, типу, в такому в'яло тікушому процесі дуже себе важко почувають, тому що це, він, він істощає цей такий стан. Тому зараз потрібно встановити статус-кво, як є, Росія, бачите, зараз намагається нам ті землі, по крайній мірі, Донбас, повернути на певних своїх умовах. Україна на це не повинна погоджуватися, і, умовно кажучи, тільки на, ну, це наша земля, і ми інших варіантів не розглядаємо. Дмитрі, будь ласка, от, опять же, наша, со сторона нашої Білорусі, нашої Білорусі, наш разумний взгляд, ну, я считаю Дмитрию довольно мощним, сильним, прогрессивним, молодым человеком. Дмитрий, пожалуйста, наш взгляд, я хотів би услішати, вот на ці всі события, наш білорусський взгляд, наші люди смотрять хоть немножко Украину, я имею в виду вашого, о, круга, вашого круга, окруження. Какі вони, например, да, ваше спору, і як вони ці ситуацію представляють, например, як наші Білорусі с нашою білорусській сторони, вони всю цю ситуацію віде. Я, например, вже довольно сильно в цій ситуацій посвіщен. Ізучаєт ли наша молодая порості наші люди все, що відбувається в Україні? Дякуєю, другое 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 що тільки те, кому це інтересно. Т.е. це собственна ініціатива. Якщо пропаганда йде пасивно, хочеш цього чи не хочеш з ящика постоянно, це включаєш, там буде Соловьєв обязательно кожний вечір, там Киселєв по выходному, чи ще які-то ток-шоу, там 60 минут, там 70 секунд, ще що-то там йдет. Я знаю, що, напрямер, коли я веду стримы в чатах постоянно на Ютюбе ватники, так называемые, там сторонники русского мира, вони постоянно свої коментарі оставляють, пишуть, т.е. вони смотрять це все деці шоу, вони зомбіруються, і вони получають другу точку зрення. А здравомыслящі, так сказати, люди, їх безусловно вони є, просто вони, так сказати, атомизовані, т.е. ти можеш, напрямер, жити і не знати, що в твоєму, там по-соседству в домі в якому-то є чоловік, який теж інтересується цей темі, тому що він ж не выйдет на улиці з плакатом, не буде кричати, хто там за це, хто проти русского мира, там, що-ніть таке, ну, тому що, ну, це, во-первых, через які-то групи в соцсетях, через каналы тематичні в Ютюбі, там, де-то ще в Дискорде, в Телеграмі знаходять друг друга, там, начинайся, вже більш близьке общення, люди, знайоміться. Не знаю, знаєте ви, чи не знаєте, соцсети Однокласники і ВКонтакті в нас заборонена. Знаю. Це теж було тим розжигателем серед молоді, тобто, телевізор брав солов'євами, а оця молодь потихеньку ватнилося на цих соцмережах. В перспективі, перспективі, ще секундочку, чого-нибудь, можливо, у нас таке в Білорусі, можливо, хоч як-то, як-то ограничити, наприклад, дійсці СМІ. Ну, тому що такого нигде в країнах немає. Практично 80% всього контента, вещання СМІ приходиться на російський сектор. Що це за визобразі? Собственно, свої канали, не якісь такі вже примітивні. Вони свіщають тільки события такі, чисто со сторони, наприклад, опять же, правительства. І вони скудні, вони настільки неінтересні, їх практично ніхто у нас не смотрит. Тож ж саме, я стараюсь за нашими СМІ следити, але вони предсказуємо доволі мощно. Я щас, секундочку, слово предоставлю, Дмитрію. Пожалуйста, Дмитрію. Я одну ремарку. Пусть скажет, Василь. Я одну ремарку. В Україні 95% телеканалів належать олігархам. Різних таборів. Тому у нас, по крайній мірі, по телевізору, більш-менш якась, можна шукати баланс. Одні в ту сторону, інші в другу, інтернет посередині. Тому у нас є певний баланс, тому що олігархи задають, як би там не було, цей тон. Вас є таке? На старковані у нас мотополі власть на віщання телевидень. Все, у нас є только національний взгляд, например, і обсуждення іного рода толку практично не допускається. Даже наш, пускай оппозиційний Белсат, і тут, наприклад, проживає і спортирується, даже, говорят, со стороны. Он практично, і скільки його притягують, і даже бедних журналистів, нічого плохого-то не кажуть. Понимаєте, вони освіщають тільки ті события, які відбувають в Беларусі. І вони об'єктивні, вони существенні. І це дійсно лояльні. Чому такий запрет? Все це прекрасно, наприклад, все понимають. І вот я, опять же, зацепило, я тебе хотів однозначно я добавив вопрос. Пожалуйста. Тому що Киселєва – це примитив. Тобто, многие люди, даже не самая думаюча, не понимають, що с Киселєвом що-то не так. Він все-таки слишком переігрывает, накривляється там до невозможності. А це така, така, попытка создання такого типу альтернативного, независимого мнення, яке реально работает против государства. Тобто, це серйозно. Кремль тоже понимає ці моменти. І блогери различні, які работають на інтереси Росії. У нас тоже це є. Один із білорусських блогерів, таких патриотичних, Эдуард Пальчис, не знаю, слышав ли хто о ньому, його арестовували даже за, так сказати, некоторые моменти, связані з цим. Арестовували в Росії, кстати говоря. Потом його к нам отправили, він у нас тут сидівав в тюрмі. Так вот, на эту тему как раз Анатолій высказывався по поводу того, що він сравнивав, реально показував видео з інтернета російські пропагандистські, і, наприклад, показував нашу білорусську пропаганду, которую господарство наше изготавливає. Це наша пропаганда, которая работает на Лукашенко. Це що-то на уровні там конца 80-х годів, то є, таке примитивне, совершенно неестественне. Там, наприклад, чого стоїть? видео о тому, що оппозиція там пыталась перед выборами отравити Мінський водопровод дохлой крыси, например, там показывают, сидит какой-то парень с ведром и говорит, вот мне приказали там положить туда дохлую крысу, отнести в канализацию, при том, что там в канализации тысячи живут этих крыс, как бы никого это не волнует. Там Пау, как там, оно, «Железом по стеклу» пропагандистский фильм в 2010 году, который был. То есть это видно примитив такой в стиле самой такой замызганной советской пропаганды, таким еще голосом обязательно там с придыханием, вот такое это все делается. Но это совершенно неестественно выглядит, никто в это не верит, а наша пропаганда, она унылая, убогая, когда люди включают какой-нибудь СТВ там или БТ там рассказывают, сколько надоев там, как увеличились надои, сколько там новых станков закупили в каком-то заводе. Это выглядит жалко по сравнению даже с тем же Киселевым, Соловьевым. То есть Лукашенко сам дал сказать четко нашим, он же сменил руководство в начале 18-го года Белтелерадиокомпании и всеми каналами крупными, радиостанциями, и сказал «Ориентируйтесь на Россию», то есть больше эмоций, шоу вот такое вот делайте. А можно такой вопрос вам? У вас телевизор аж есть дома? Нет, у меня нет. У меня есть. Анатолий, тогда вы будете отдуваться. Кнопка номер один, какой у вас канал показывает? У меня слова «Кнопка» нету, я даже нету. У нас там, я смотрю... Ну, когда включается, он как бы, по-моему, нет такого. Нет, у меня типа кабельное телевидение, ZTE, так называемое, там, даже толком я не знаю, не вхожу. Мне нужен то телевидение только для того, чтобы подключиться к интернету. Жена там смотрит, но она смотрит чисто свои женские. Иногда, когда на свои женские, я, когда, то я перехожу на, иногда, «Наука», два, по-моему, канал, какие-либо. Такие научно-популярные канали, мне цікавится, про подорожа, потому что я подорожник. Во, все больше нет. А те канали, которые там чисто белорусские, я, коли не, коли спеціально, хоть бы быть трошки-трошки что-то удомленное, что делается в стране со стороны освещения белорусских СМИ. Потому что мне просто мало видеть, что делается в Белоруссии. Не то, что я там чую, например, со стороны российских СМИ, они пролазят, но я всю информацию шукаю в интернете. Так само сюда всплывающие окна, вылазят, например, я слушаю, стараюсь слушать одну сторону и смотреть на другую сторону. Ну, скажу, Дмитрий Поржес. Наше телебачение настолько примитивное, наше национальное. Все. Воно на самом деле, ну, кого волнует? Где зравни, хоть ты ёлки зелёный, чем они думают? Вот, дивись, немецкий який-нибудь, американский, там, прогрессивное телебачение. Великобритания англійськая. Хіба там показывают противные надои? Как кто кого что купил? Кого-нибудь переживает. Там свой бизнес делается. Вони обсуждают совершенно другую тему. Правильно, что их контент вельми занят разведливательными каналами. Если там есть какие-то политические канали, то они в таком форме делается. На живо, такие шустрые, какие-то энергетические. Человек, кто смотрит эти канали, будет делать. Понимаете, он что-то вкладывает в голову. Что я могу вкладывать из нашего белорусского телебачения. Воно напоминает радянское советское телебачение. Иначе такого фальшка, но воно хоть трошки говорить про край наш. Понимаете, там что-то что-то открывается. То есть я вижу, что делается в нас в стране, в Белоруссии. Понимаете? Хотя бы так. А что делается в Руси? Там же что-то там вечно трусы его стерили. Там стреляна. Полный бред. Но ничего не говорить про Россию. Что-нибудь там делается про Россию. Понимаете? Ничего. Украина, Сирия кругом и все. Бращать своими прогрессами. Тут причина этого сделала замечание в том, что Лукашенко ударил сильно по бизнесу. То есть он уничтожил бизнес. Есть крупные бизнесмены в основном из числа его друзей, друзей его родственников и прочее. Собственно нет рынка. Поэтому так. Кто-то сказал, я слышал, что рекламный рынок Беларуси в 16 раз меньше, чем рекламный рынок Литвы. Маленький. И поэтому нет капиталов, поэтому естественно специалистов гораздо меньше и нет качественного контента. Потому что кто будет это покупать? Например, и кино говорят. Почему нет хорошего качественного белорусского кино? Потому что там нет денег. В Колливуде огромные деньги крутятся, поэтому там есть спецы, там есть техника, там выпускают какую-то продукцию. А здесь государство не заказывает, оно сколько тратит? Говорят, на БТ, на все каналы 50 миллионов долларов выделили бюджет. Кажется, большие деньги, но это фигня. Россия, полтора миллиарда что-то такое выделяет. Но это вообще ни о чем. На пропаганду Россия тратит огромные средства. Небольшая ремарочка по поводу уничтожения бизнеса. То, что я говорил, это, умовно говоря, немає того самого среднего класса, малих підприемців, которые имеют маленькие магазины, мойки, там много всяких таких мест, где есть движок людей. Мой откинул небольшое спостережение, когда я приехал в Минск первый раз, я декілька раз был в Минске, я был, знаете, кто зайшел в квартиру, где мебель немає, я не побачил того життя, и стены есть, и на голову не капает, и частенько, не позамять, везде частенько, но мебель немає. Станция метро, у нас, Анатолий, вы были в Киеве, біля станции метро иде життя, життя таке, таке, как маленькая страна, тут пирожки, тут панчохи, носки, трусы, супермаркет, продуктовый, супермаркетский, есть рух, выходишь из метро, ты выходишь из Минского метро, я думаю, что я выехал в другую страну, я перебью, потому что это моя больная тема, я тебе подрежу как раз и делал за то, и те люди, что смотрели мои, я сравниваю нашу Беларусь, Минск, так сравниваю с Киевом, с Черновцами, с Удессой, там рух есть, так же, а еще про те магазины, про те кафешки, про те отельки, у нас едешь, там, на вылезе на нас страна, Беларусь тут ничего не скажет, тут должно Лукашенко удасти можно, порядок на полях, у вас такого порядок на дорозе, у вас таких порядков нема, як у нас на дорозе, на что страна вылезана, однако, али, ты, как бы сказать, життя такого не чувствуется, понимаете, мы трошки какие-то заморные, какие-то понуры, есть такие, мы, кажется, что рух есть, вот в Бресте, возил Минск, есть, людей мало, у меня на тих, моих роликах так же видно, побачишь ваши места, дальше, кафешки, сидеть, там, маленькую дочку, ваши кафешки завалены, про те, где-то по дорозе, понимаете, никакого сервису по стране в Украине нема. Анатолий, я сейчас перебью, а что говорить про село, понимаете, а что сказать про село, в нас в селе не найдешь никаких кафешок, нас, если захочешь где-нибудь перекусить, все, и крадет, горит, горки, помидоры перезбирай, больше ты ничего не найдешь, 50 км по полістю приехать, ничего не найдешь, как только заехал до Украины, маленькое село, где-то, там какая-то забегалочка, там какая-то кафешочка, сидит там дед с бабкой, или что-нибудь, все, и никаких справ нема, открыти, то у нас проблем до холеры, как заехал в Карпаты, ну то просто сказка, понимаете, я увидел, как буквально заехал, у меня в ролике, вот, Иван Хандогий там еще, я пишу, как заехал, он в Карпатах, все, Анатолий, Анатолий, вы очень, Анатолий, вы очень увлекательно рассказываете, на вас я просто хотел маленькое короткое замечание, просто Анатолий, у нас порядок не только на улице, на дороге, у нас еще и порядок в кошельке, нет денег, нет проблем, да, 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 и еще, вот только что на голову пришло мое спостережение, приезжаешь на, умовно кажучи, на ЖД вокзал, перше, что турист хочет какую-то местную сим-карту купить, сим-карта, показывает паспорт, паспорт, тебя фотографируют, все это полностью. Тебя сфотографовали, на 30 днів есть сим-карта. Сейчас еще и комментарии в интернете, надо подтверждать по телефону. Далее, это уровень свобод, так называемый, да, Далее, Макдональдс, біля вокзалу, справа в торговом центре, я по замовчанию прихожу и шукаю безкоштовный Wi-Fi, такого в країне немає, у нас самый маленький генделик, який розливает по 100 грамм, має свою точку доступа, и вот так, вот такий двеж. Я, я був замкнутий, я був замкнутий, я, ну, я був стиснутий прямо. И те, что вы говорите, я ехал за место, ехал по цим гарным дорогам, по цим вистриженим, вистриженим газонам, полям навіть. Не было цих бордов, яких в нас на каждом, да, у нас их очень много. Но, я покидал Минск, якийсь такий упустошенный, я не, оцю рівні дороги, смачна згущенка, ковбаса по госту, что там еще, комунарка шоколадку я ввез, еще какие-то смачные. Но, оцех, відчуття свободы, мне, мне, щемило, щемило моё сердце. Я, ніби, десь так, ніби я звільнився з якогось такого, десь був на 15 суток, звільнився, якийсь такий, приїхав додом, цигани, шаурма і все інше, все, життя, тут життя, тут є моя земля. Та почуття свободы, воно так и є, потому я перший свой ролик виписал, колись про Львів, як заїхав, опадом, я его так и назвал, вот, с таким почуттем свободы, потому что той белорус, кто живет тут, и выедет, навіть в Украину, сразу, какое-то чувство свободы возникает. Так само, я, например, в мене, я еду в Польшу, навіть такого нема, воно трошки пенсио геншо, воно чувствуется, ментальность, та я мусить, трошки є язиковый, в мене то нема барьер, але вони другі, а шо казати про німцю, воно геть иначе, почуваєш, но навреднейший, навреднейший для мене люд, рідний, навреднейший для мене люд, то українця, я того не очуваю, як я їду в Росію, понимаете, все, я того не очуваю, так недавно, казалось б, в Москве, я таке, почуття бил, ну, все, там, ты че, ну, да, ми вже, Анатолій, ми вже перейшли на такий, позитивний такий меседж даєм, да, їдьте до нас, да, в Україні безпечно, в Україні душевно, в Україні недорого, тому приїжджайте, ми завжди раді вас бачити, завжди раді вас зустріти, моя хата з краю, перший гостя я встрічаю, так що, все, все, все буде добре. Василів двох, я обов'язково забачу. Ну, тоді пропоную на тій позитивні ноті, побажати всім нашим глядачам, доброї вдачі, щоб в цій новорічні свята була Божа благодать, щоб всі були здорові, в країні був мир, і щоб наступні свята теж зустріли в здоров'ї, з тими самими родинами, щоб всі були здорові. Дякую за перегляд!